Дорогие друзья, с вами Виви и у меня для вас очередное видео, в этот раз оно будет посвящено киберспорту, а конкретно команде Т1, которая встречалась в рамках турнира чемпионата Кореи 2023 года, у нас получается это летний сплит и он начался раньше чем в Америке, ну и раньше чем в Европе, в Европе просто расписание, немного своеобразное, они стартуют на этой неделе свой чемпионат, Америка бойкотировала чемпионат, две недели игровые пропустили, но сейчас будут на один день больше играть на неделе, но зато наверстают целых две недели отсутствия, потому что первая неделя у них там должна была быть еще Super Week, поэтому они теперь будут играть не по три игровых дня в неделю, а по четыре, так что райты немножко их даже наказали. Но чемпионат Кореи по расписанию начался, первая игровая неделя, как раз таки это, и уже Ханхвалайфы к этому моменту успели сыграть свой первый матч и проиграли его со счетом 1-2. Но дальше они встретились с командой Т1, вице-чемпионами турнира, подождите, при чем здесь вице-чемпионы, я их опять отправил в вице-чемпионство, они третье место заняли на турнире MSI, корейские команды, как вы знаете, выступили не лучшим образом на турнире MSI, проиграв двум китайским командам, били-били гейминг стали у нас вице-чемпионами, GD гейминг, чемпионы MSI. Так что корейцам надо реабилитироваться, ну и обозленная команда Т1 вернулась к себе на родину и встретилась сразу же с командой Ханхвалайф, которые очень хотели быть топ-2 командой корейского чемпионата прошлого сплита, но им чуточку не хватило. Ну и давайте смотреть, что у нас пометьте, потому что патч у нас 13.10, мы с вами играем уже на 13.11, через неделю будет 13.12. И, кстати, мне надо ролик записать на ретроспективу, обязательно не забыть. Ну а что касается команды Ханхвалайф, у них драфт получился кетчевый, при этом, как вы видите, все чемпионы как будто мета не поменялась, они все такие же. Команда Т1 отвечает на это, в общем-то, тоже все тем же, ну кроме, наверное, Адекири. Давайте посмотрим, какого Адекири команда Т1 предпочтет взять. Да, это у нас Джин, ну хотя бы хоть какие-то изменения. Полный матч мы смотреть не можем, потому что Ютуб могут забанить, поэтому будем смотреть только хайлайты. Но я буду периодически паузу нажимать, и я хотел еще вебку передвинуть. Сейчас, извините, это сделаю в прямом эфире, потому что я забыл это сделать не в прямом эфире, такое бывает. Хотел кое-что еще вам рассказать. То, чего вы не видели, то, чего вы не знали. В этом патче, конкретно в этом патче, 13.10, есть баг со статик шивом, который вы можете купить на некоторых чемпионах, и он будет баговаться. И райты, вместо того, чтобы сделать хотфикс этого патча, как они сделали для нас с вами в Солоку, на чемпионатных серверах они сказали просто игрокам, что собирать статик шив нельзя. Нельзя. Просто нельзя. Возможно, из-за этого многие адекери не вступили в бой, а все еще остались популярны те самые Джинкс, Офелий. Ну вот Джин, ладно, появился он в статик шив, потому что не собирает Зая и... Кого я забыл? Зерри. И Зерри, да. Вот они все статик шивы не собирали и до этого, и после этого тоже. Но интересно то, что в команде КТ Ростерс произошла интересная тема. Айминка, именно адекери команды КТ Ростерс, собрал статик шив и с базы, идя вниз, была нажата пауза Riot Games, которые сказали, ай-яй-яй, так делать нельзя. И кто-то скажет, а, ну, наверное, они перемотали время назад, и он купил правильные предметы, а его просто наказали там штрафом. Нет, ребят, его наказали штрафом, его заставили в матче вернуться назад, продать статик шив и купить то, что по деньгам ему получится дальше купить. Он, суммарно, потерял где-то 900 золота, потому что он целый статик шив купил, продал его, сколько он там, 2800 стоит, да, продал его за 1900. И смог купить, ну, что там, на что ему хватило, то и смог купить. Ну, и помимо этого еще его наказали. Кто-то спросит, а почему же все же хронобрейк они не сделали райты? Ну, в правилах было написано, что это не был игровой баг, соответственно, перематывать время назад нельзя. А всем игрокам заранее было сказано, что статик шив покупать нельзя. Видимо, Эйминг проспал. Я думаю, может быть, на автоматизме его просто купил. Ну что ж, у нас здесь Войнер выходит на ганг, и мгновенный врыв от Райкана. Как видите, первые 6 минуты ребята просто фармились. Никто ни с кем не воевал, немножко отставал Джин по фарму, потому что ему тяжело. Но зато Джину сейчас Ферстблат светит, а от Лулу так оно и происходит. Ну а Вай от Клида не успевает подойти на защиту своего ботлейна. Еще много времени пролетело вперед. 14-ая минута матча уже, где Фейкера уже Клид пытается убить. Но самое интересное, что Фейкер сам флешнулся в сражении против Зеки. Зек его зачармил и убивает. 17-ая минута, 40-ая секунда. Команда Ханхвалаев знает, что у них был приоритет. Забирает дракона, но теряет при этом Геральтку, которую на 20-ой минуте вызывает команда Т1 на мидлейн. И вот можно нажать паузу. Что мы видим, ребят? 20-ая минута матча у обоих коллективов или у обеих команд равенства по золоту. Но сейчас интересный момент, что Кинген на своем сионе выходит на мидлейн, а Зевс пытается сломать вышку на топе. То есть команда Т1 хотела сломать две вышки на топе и усилить, так сказать, на двух стульев. Ну и Клид делает инициацию по Маукай. Маукай красивенько доджет за счет Фейз Раша, выдает ульту. И Джакс вынуждается уже нажать телепортацию. Кинген ворвался, но ни по кому не попал. Пошел расстрел от Джина. Первый выстрел, второй выстрел, третий выстрел. Четвертый выстрел, но какой же он танковый, этот самый Кинген. Битва продолжается, врыв идет от Райкана. Погибает уже Маукай, Кинген все еще живет. Но флэш шикарный от Зевса вместе со Станом. За Джакса он зарабатывает убийство, но при этом сам погибает. Фейкер тут красиво попадает кушкой, добивая Афелия. И команда Т1 сломала таки вышку на топе, сломала таки вышку на мидлейне. Выполнил именно то, что хотела. Задачу максимум. Ходхолайфы две минуты спустя пошли на дракона. Знают они, что нет флэшей у ключевых чемпионов команды Т1. И пытаются сейчас их вылавливать. И вылавливают как раз киджакса, который сражается с Вай. И Вай вынужден уже отступать, потому что как-то многовато урона в нее зашло. Лула вынуждена потратить была ульту на этого чемпиона. Вай не перепрыгла, через стенку погибает. Лула не может дальше помогать своим союзникам. И команда Т1 забирает дракона. А, Ханквалайфы отходят не словно нахлебавши. Но зато минуту спустя они вылавливают фейкера на ротации. Он стоплейна хотел сместиться на мидлейн. Его вылавливает Ари, убивает. После этого битва превращается в месиво. Месиво возле на Шора, где Афелия разогревшись красным и синим оружием убивает двух игроков подряд. Команда Т1 терпит минус два. И, соответственно, раз нет лесника, можно и стартануть на Шора. Что, в общем-то, и делает команда Ханквалайф. Но Джакс находит другую интересную задачу. Он находит Ари, который делает инициацию. Клита бросает этого на Шора, делает рыв в Зевса. Зевс отфлашивается. Нет, не отфлашивается. Просто прыгнул на Варту, ходя в сторону. И команда Ханквалайф сделала еще один килл. Но могут ли они делать дальше на Шор? На самом деле нет, они отступили. Две минуты спустя на мидлейне пошла инициация от Маукая. Опять по Кингену. Какой-то фетиш его убивать. Но на самом деле это был блеф, потому что Райкан заходил со спины. Сделал инициацию по Вайперу, но Вайпер отфлэшился, склинсился и остался в живых. Джакс до него добирается, зная, что у него нет теперь больше самуния спеллов. И убивает. В Зевса пошла инициация, но у него была маленькая Жонька. Он остается в живых. И теперь уже команда Т1 отправляется, убив Адакири оппонентов на Нашора. Нашора они очень быстро забирают. Но надо не пустить войну, не получается. Вайп проскакивает внутрь. Туда просачивается между двух игроков команды Т1. Забирает этого Нашора. И, соответственно, объект забирает команду Ханквалайф. А у нас от обиды команда Т1 пошла делать дракона. Дракона-то они сделали, но они все еще без бэка ничего не сказали про команду Ханквалайф. Которые тут же после забранного Нашора среколились, установили здоровье, купили себе предметы. И решили мстить команде Т1, если они пойдут делать дракона. Дракона сделали. Солпойнт, так называемый, появился в одном шаге от души дракона команды Т1. Но при этом они сражаются против Нашора, который придал сил команде Ханквалайф. 34-я минута матча. Здесь у нас Зевса вне позиции немножко поймали. И в него сразу три игрока делают врыв, но он успевает уйти. Но битва продолжается. И хороший чарм идет от Зеки. Жоню нажимает Зевс, у которого Жоня уже настоящее я. Но она ему не помогает. В этот раз он просто умирает. И это означает, что душу дракона команда Т1 забрать не смогла. И давайте паузу нажму. После того, как они забрали дракона, сразу же Ханквалайф отправились на Нашора. Зная, что Джакс все еще мертвый. Таймер им позволяет это сделать. Джакс очень долго воскрешается. 35-й минуты матча все же. И уже наполовину забрали Нашора. Но там Онир с другой стороны поглядывает, чтобы ворваться. Команда Т1 намечает вроде какое-то сражение. Но через Джина очень тяжело активно организовать тимфайт 5 на 5. Поэтому Онир просто высматривает потенциальную смайт войну. Что он вообще-то и делает вместе с четвертым выстрелом Джина. Они забирают этого Нашора. А все это время Райкан на себе держал Ари. Почему-то Ари очень хотелось от Зэки сделать убийство на Райкане. Керри они убили, но потеряли Нашора. И команда Т1 теперь уже с Нашором делает тавердайв по Кенгену. В то время как остальные игроки команды Ханквалайф разбросаны кто где. Они как будто не сориентировались. Не поняли, что команда Т1 с Нашор бафом пойдет пятером пушить в сторону. Зэка пытается засплит пушить команду Т1. Помня чемпионат мира 2022 года, когда у него это получалось. Но сейчас не знаю получится ли. Сломали им ингибитор. Он ломает вышку. Дальше наверное идти уже опасно. Джейс рекордился, да. И он отступает. Но правда после этого команда Т1 подпушила ботлайн. И упустила один вард, вокруг которого Клит погулял. И Клит выходит в спину команде Т1. Джак сейчас, как вы видите, находится по мини-карте на позиции мидлейнера. И врыв идет от Клита. Пытается он ворваться в Гумаюши. Гумаюши прячется в Жоньки. Моука делает дисенгейдж. Райкан тоже потратил свои все самунирспелы. И получается, что Вай погибает. Ни за что. Команда Т1 выигрывает это сражение. Невозможно выигрывает игру. Пошел расстрел от Джина. Первый выстрел. Второй выстрел. Третий выстрел. Четвертый выстрел. Много урона, но Кингена пробить он не смог. И душа дракона уходит команде Т1. Идея Клида ворваться. Использовать то, что Джакс был не на месте. Была неплоха, но не результативна. Команда Ханхвалайф просто на 41-й минуте. В 2 секунды забирает Нашора. Бронер пытается пересматить. Ничего не получается. Зэка впрыгивает в Гумаюши. Тоже не получается его убить. Потому что тот отфлешился. И команда Т1 потеряла Нашора. Потому что очень быстро его забрала команда оппонентов. Но бит тут они могут все еще проводить. Правда, с Нашор бафом жесткий пуш устраивает Ханхвалайф. Сломали ингибитор снизу. Ломает ингибитор на топе. И Т1 беззубо на это все дело смотрят. Потеряв 2 ингибитора, Ханхвалайфы теперь идут по мидлейну. Такое впечатление, что просто драфт команды Т1 перестал работать. И ответ, ребят, да. Это правда. Кинген играет фулл танка. Вай играет фулл танка. Лулу дает защиту, если что, двум своим керри. И обратите внимание на дэмэдж, исходящий от команды Т1. Это физический урон от Джейса через Паук. Физический урон от Джина через автоатаки с критами. И, конечно же, Джакс тоже много физического урона наносит. То есть, получается банальная нехватка магического урона от команды Т1. И к 35-й минуте они были уже не вайбл, не сражабельные. И, как итог, проиграли партию. А это означает, что Хангхвалайфы поставили на место команду Т1, вернувшись с MSI турнира, проигрывают еще одну игру. Но у нас не Best of 1. У нас Best of 3. Поэтому команда Т1 на следующую партию решает внести изменения в свой драфт. А именно забрать себе Миллио на ферст-пике. И, таким образом, расширить пул чемпиона в керри. Появляется Миллио вместе с Офелием. Фейкер будет играть на Ксанте на мидлейне. Сиджуани будет усиливать этого Ксанта. И своего Джакса на топе. Хангхвалайфов есть возможность сделать контр-пик по бутлейну. Была возможность, если по Миллио поиграть. Но они решили играть через Зерри и Юми. Не заботились о том, что там Миллио будет увеличивать дальность автоатака Офели. И он будет слишком силен. Но у них есть еще возможность сделать контр-пик по топ-лейнеру. Не забанен ни один топ-лейнер, который может победить Джакса. Но они решают пойти, как вы видите, через Поппи, через Атрокса. Кенген высматривает и хочет флешбеки сделать команде Т1. А потом пересматривает драфт. И почему-то решает, что лучшим вариантом будет здесь Сион. И все бы хорошо. Если бы не у команды Т1 был еще дополнительный трудомаг. Который появляется у них за счет Ксанта. Здесь Зевс. Решил фэшчекнуть кусты. Очень такая детская ошибка. И килл достается Вайперу. Плюс 400 золота. Заходя в кусты, он пытался прогнать Кенгена. И уж не знаю зачем. Но, видимо, Грассов хотел прогнуть или как-то по-другому. На третьей минуте фэкер вместе с Зекой сражается. Зека на Грагасе его очень сильно избивает. Заходит под вышку. Фэкер за него уже цепляется. Прыгает на крипа через W до перекидывания. И рядом оказывается Онир. Убийство. Хотя, мне кажется, даже фэкер в соло там добивал. Но Сиджуани на всякий случай прикрыла его. А в этот момент, как вы видели, Клит страдал от Джаксом. И после этого команда Т1 отправила забирать Дракона. Дракона забрала в этот раз. Никакой смайт войны не произошло. И там сражение 2 на 2. Где Клит в минус левелы отстает. Потому что Джакс ему мешал. Инвейдик был небольшой еще от Сиджуани. Сиджуани 6 уровня. Убивает Клита 5 уровня. А у нас 2 сражения одновременно идут. Потому что, как вы видите, еще и Кинген сюда прилетел. И против Джакса он ничего сделать не смог. А команда Т1 просто на скеле унижает. Фейкер делает соло-бола против Зеки. На бот-лейне ребята устроили плюс 20 фарма. Пушивая постоянно линии и ломая пластины. Джакс победил в соло Сиона. Ну, не совсем в соло. Там чуть помогали. И сейчас Джакс дальше идет. Но, к сожалению, для него ганг от Вайпера. Да, Зерри может тоже гангать. Через теньки запрыгивая вместе с Юми. Зарабатывает она убийство. Но Джакс продолжает веселиться, впрыгивать. Теперь уже Клит на него выходит на 15-й минуте. А команда Т1, обратите внимание, вышла вперед под Дракона. Плюс 2. Вышла вперед по вышкам. Тоже плюс 2. Не отдают они вышки никакие. Зевс тут от Клида даже не умирает. Потому что контр-страк очень хорошо работает. С добавочным уроном он чуть было не убил еще Клида. Но благо у того игрока получилось отбить. Правда, Геральтка была вторая вызвана по топ-лейну. Вышку на топе тоже сломали. Здесь врыв пошел от Фейкера по Вайперу. Он вытягивает его в отношения. Затаскивает вместе с этим еще и Лайфа. И команда Т1 делает счет 5-3 в этой игре. Все, что смогут сделать Сион вместе с Виего. Они сломали вышку на боте. За это чуть-чуть вернули золото. Но к 20-й минуте команда отстоит 7 тысяч. Уже полный разгром идет в пользу команды Т1. Они, ну, скажем прямо, разозлились. На 22-й минуте они стартуют на Шора. Виего очень далеко. Он пытается с базы добраться до этой точки. Не добирается. Команда Т1 забирает объект. Забирает еще один объект. Душа на 23-й с половиной минуте. Это просто какая-то катастрофа. Для команды Hangvalife. Про эту игру надо просто забыть. И к ней не возвращаться. Думать уже о следующей партии. Что менять. Ну и, конечно же, что менять. Фейкеру не отдавать к Санте. Потому что, как видите, он дико хорошо на нем сыграл. И Миллио не отдавать керри. Хоть он и вроде по статистике не особо много чего сделал. Но он дает таком образом Гумаюши просто бессмертие. До него добраться нельзя. Контроль ему зацепить нельзя. Да и, наверное, Джакс. В Джакса пикать Сиона. Тоже не самая разумная идея. На 24-й минуте падает ингибитор. И на мидлейн. И ботлейн. У команды Hangvalife. Джакс перебегает наверх. Чтобы сразу же открыть еще и третий ингибитор с этим нашор бафом. Но Гумаюша решает ворваться. Использует дальность своего чемпиона. После этого на Гейлфорста делает врыв. Убивает Зерри. Убивает Виего. Виего отфлэшивается. Он ему ничего уже не помогает. И команда Т1 великолепно заканчивает партию на 25-й минуте. Показав команде Hangvalife, кто здесь чемпион Кореи. А кто так просто приехали поиграют. Хотя чемпион Кореи команда Джинджи. Тоже неправильно немножко сказал. Ну что ж. Идем к следующей игре, ребят. Команда Т1 против команды Hangvalife. Продолжается. Счет 1-1. И команда Т1, где выбирала сторону на последний матч. Эту сторону выбирала себе команда Hangvalife. И что же у нас получилось? А получилось, что они пошли почему-то снова на красную сторону. Хотя именно на красной стороне не проиграли. Убрали они по банам. Как видите, именно только Ксанте. Миллио решили оставить живых. Ну и команда Т1 заменили Ксанте на Ари. А Кумаюша решил вместо Джакса, так как у них не оказалось Сиджуани, забрать себе Сиона. И таким образом получается у них есть кетч-сетап, строящийся через Ария Сиона. Но надо как-то еще урона с дайвером добавить. Они выбирают очень хорошего, интересного чемпиона. Который контрит еще, кстати говоря, Виего. А именно Казикса. Усиления для Казикса, правда, здесь маловато. И он против Грагаса, Юми и Зери будет страдать в конце игры. Но против Виего зато в первую стадию игры он будет доминировать. Ну а Hangvalife думает, как же контрит Сиона, которого они сами сегодня играли уже два раза. И не находят ничего мудрее, как просто уйти в гипер-лейт-гейм. Да, их будет невозможно победить после 35-й минуты. Но как до этой 35-й минуты добраться не получится? Четвертая минута. На Фейкера выходит Ганг. Фейкер понял, что что-то здесь не так. Начал отступать заранее. Прописывает чар по Клиду. Клид кидает кушку, не попадает. Но зато через стан добирается до Фейкера. И чуть было не умирает под вышкой, подбирая труп Фейкера. Не совсем понятно, зачем он пытался сделать. Но Казикс, как видите, оказал гигантское давление на бот-лейн. Плюс Миллио, плюс Офелий. И команда Т1 забрала вышку, плюс пластины. После этого они отправились на второго дракона уже на 13-й минуте матча. И у нас там хаотичное сражение превратилось в вызов Геральтке на мид-лейне. Команда Т1 к 18-й минуте. Сколько лидирует, сейчас посмотрю. Лидирует 3000 золота, 2 дракона. Но проигрывает по киллам. Единственный килл, который сделала команда Ханхвалайф. Это убили Фейкера на мид-лейне. Пытается Ханхвалайф сохранить себе хоть какие-то шансы в этой партии. А именно забрать дракона. Но Фейкер флэшается через стеночку. Убивают они Зеку. Да, теряют дракона команда Т1. Но зарабатывает себе первое убийство. Цепляется за Кинген. Он тут выфлэшивается. И из-за того, что очень биты остались игроки команды Ханхвалайф. Команда Т1 ломает вышку на мид-лейне. Две штуки. И выходит 4000 вперед по золоту. Ну а после этого началась проблема. Потому что нет контроля карты вообще никакого. И начинает вылавливать всех игроков подряд. Но правда здесь немножко Фейкера поймали. Он хотел закрыть Орну. Орн зачистил всех крипов. И таким образом получилось, что Фейкера окружили. Хотя вроде как команда Т1 шла туда окружать. Но старичок просто ошибся с позиционированием. Флэша у него не было. И он там умер. Ну а здесь наш орбав. Старт. Вега не пускает Фейкер. Фейкер будет через стеночку туда запрыгивать внутрь. Вега пытается добраться. И даже добирается к лид внутрь. Но смайт нажать против Казикса. Это тебе не нажимать его против Маука или других чемпионов. Потому что Казикс может дать Q плюс смайт одновременно. И там будет почти полторы тысячи урона по нашору. И такие цифры не пересмайтить. Ну и чуть позже, как видите, команда Т1, имея все еще наш орбав, забирает себе дракона. Хорошо так Вайпер вместе с Юми поддамажил соперника. Но по золоту они уже 6000 проигрывают. И напоминаю, что объекты никакие не принадлежат больше команде Ханхвалайф. Они с трудом заходят в свой лес. Правда, если они заходят вот так вот, то можно поймать еще и Зевса. Зарабатывают они еще один рандомный килл. Как вы можете видеть, команда Т1 не играет идеально в свои матчи. Чувствуется, что команда Т1 все еще где-то в перерыве находится. Все еще летние каникулы у ребят. Они еще не вошли в полную игру. Фейкера здесь вылавливают. И был у него флэш. Не среагировал фейкер. И погибает. 2-4 становится счет. Но по макро слишком далеко отстала уже команда Ханхвалайф. Тяжело это будет исправить Юми. Ой, извините, не Юми. А Милю дает удлинение автоатакой Гумаюши. Тут добирается до Вега вместе с Казиксом. Зарабатывают они на нем убийство. И до души дракона осталось считанные секунды. Фейкер прыгает, пытаясь попасть с чармом. Не попадает. Но попадает потом. Чуть позже в Кенгена. Причармивает его к себе. И Кенгена убивает. Казикс прыгивает. Пытается убить Вайпера. Вайпер выфлашивается. Казикс флашивается за ним. Дает автоатаку. И флашивается туда же Фейкер. И вместе Ари плюс Казикс зарабатывают 3 убийства для Казикса. 7-4. Казикс очень хорошо здесь отыграл. Поймал вместе с Гумаюши на дальности автоатак Вега. После этого помог добить Орна. И убил еще Зери. Ну и идет финальный пуш. Клит пытается это дело остановить. Дракона, как вы понимаете, команда Т1 даже брать не собиралась. Казикс зарабатывает еще одно убийство на Вега. И здесь получился полный Джангл Див. Две игры подряд. Команда Т1 выиграла эту серию. Ну а сегодня. Сегодня, кто не в курсе. Я даже открою вот так вот Твич. Идет встреча команды Т1 против команды Джен Джи. А, еще не началась. Но она будет. Я ее посмотрю. В записи вам, конечно же, опять хайлайтистами все это покажу. Ну а пока могу подвести результаты всей этой игровой недели. Потому что игровая неделя заканчивается как раз к встрече Джен Джи против команды Т1. Результат такой. Кванг Дон Фриксы заиграли. Они идут 4-0 без поражения. Но давайте будем честны. Они сыграли с командой 9-й этого турнира. И с командой 10-й этого турнира. Вот такая вот статистика. Драгон Иксы и Бро были их соперники. Поэтому Кван Дон Фриксы идут на первом месте. На втором месте идет команда Ди Плюс Кия. У которых матч был против среднечка Лив Сэндбоксов. И против Драгон Иксов. С которыми они что-то немножко повозились. Даже отдали им карту. Ну, видимо, Берил все еще в строю и пытается играть. Да, кто не в курсе. У команды Драгон Икс небольшие изменения произошли. Они выпустили нового медлейнера. Лейнера 18-летнего Кия-Ху. Не знаю, как про это его ник читать. И Падука. Падук тоже 18-летний. То есть двух молодых парней из своего состава Челленджер вытащили. Я просто напомню вам, что на этот год Драгон Иксы объявляли о том, что они хотят вытащить Челленджер состав свой. Но не успели они об этом объявить. Об этом первыми объявила команда NS Red Force. NS Red Force получили море хейта себе в лицо. И Драгон Иксы передумали. И поэтому они выпустили на первый... Я не помню состав их. Давайте сейчас посмотрю. На первый сплит выпустили, да, вот таких игроков, как Фейта, Деокдама, Крока Раскала. То есть игроков уже вышедших в тираж. То есть они уже давно не являются прогеймерами такими прям крутыми. Да, они среднячок Кореи. Ну и чемпионы мира показывают такой слабый состав. Но с другой стороны, вроде как, есть у этих ребят своя фановая база. Но, как я и говорил, что, скорее всего, ко второму сплиту начнут постепенно всех этих игроков менять. И поменяли Фейта на Кьюэхю. И поменяли Деокдаму на Падука. Ну, посмотрим, как это будет. Правда, с Падуком там интересная тема. Деокдама, мол, руку потянул себе. Там писалось в Твиттере, что у него болезнь какая-то развилась. Ну, в общем, там, туннельный синдром или что-то в этом роде. Поэтому они его заменили, а не потому, что он плохо играет. Ну, а NS Red Force вроде тоже одну замену произвели. Сейчас я покажу вам. Они заменили Фиесту на Квада. Ну, откровенно говоря, они заменили Шила на Мыла. Что тот, что этот игрок является среднемолодым. Они не являются какими-то звездами уже большой величины. И еще небольшая замена была в составе ОК Брайан. Во-первых, у них поменялось спонсорство команды. Они теперь Сэвинг Банком пользуются ОК. Это типа местного Сбербанка. Нет, Сбербанк это государственный. Ну, короче, частный банк. Поддерживает их. Они больше не Брайан Блейд. И теперь они называются ОК Сэвингс Банк Брайан. И один игрок у них, по-моему, поменялся. Так, Карис, да? Ну, вот Карис поменялся. Потому что сейчас у них в составе не Карис. Не Карис. А, слушайте, тогда никто у них не поменялся. Мне что-то казалось, что у них кто-то поменялся. Ну, не суть важно. Все остальные команды остались ровно с тем же самым составом, с которым были. Ни одна из команд не объявила о том, что они будут что-то менять. А они попытаются сыграть именно этим составом до конца сплита и выиграть. Ну, и те, кто пропустили предыдущий сплит, просто вам покажу. Ой, не туда нажал. Где здесь это нажать? Original Finals, наверное. Я хотел вам предыдущий сплит показать, а что-то я не могу его найти. А, вот я тупой. Вот, Spring Season. Просто покажу, что вот они, три команды, которые должны были думать о заменах. Так оно и есть. Брайан и Драгон Икс и Нонг Шимы вроде эти замены поделали. Ну, а все остальные команды, участники плей-офф-зоны, кроме Квангонов и Фриксов, но те стартанули с побед над аутсайдерами. И сейчас номинально выглядит неплохо. Но, опять же, номинально на фоне только более слабых коллективов. Вот такой вот у нас корейский чемпионат. Скоро появятся у нас еще записи по чемпионату Европы, записи по чемпионату Америки. Как только они вступят в силу. Ну, и кто-то спросит, так, где же чемпионат Китая. Там же у нас супер-дупер идет все. Ну, давайте просто коротко покажу, что действительно в чемпионате Китая супер-дупер, как обычно, все идет. И Билибили Гейминг идут на первом месте в чемпионате со статистикой 8 побед, 2 поражения, 8-2 по картам и 4-0 по сериям. А JD Гейминг идут 4-1 по сериям, как раз-таки проиграв одну только лишь игру. Не помню, кому. Сейчас пересмотрим. JD-шники в первую игровую неделю проиграли. Да, в Aiba Gaming они первую игровую неделю проиграли. И получается, что как раз-таки китайские чемпионы MSI и вице-чемпионы MSI и в своем турнире показывают очень высокий результат. Но здесь чемпионат, как вы видите, ушел гораздо дальше, чем чемпионат Кореи. Ну, ничего страшного, они закончатся одновременно. У них 7 игровых недель, в Корее 8 игровых недель. Так что корейцы даже на одну неделю дольше отыграют. Вот и все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Скоро выпущу ретроспективу и скоро выпущу еще VIVI новости. Поэтому нужны ваши подписки, нужны ваши комментарии и нужны ваши лайки. Пока-пока.